МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тоже пишешь? Рывает? Привет, это я, Рик Кастий, и новый сюжет, довольно животрепещущая тема, которая пришла вместе с вопросами, которые задаются в комментариях к видео и в комментариях вообще к каналу. Тема звучит так. Какое оборудование выбрать? Многие диджеи, многие ребята, которые хотят заняться диджеингом, сталкиваются с этим вопросом, и тут всегда есть варианты. Как и везде есть варианты. Первый вариант самый простой. Когда у вас есть бюджет довольно большой, и тогда он самый простой, а самый скучный. У вас есть деньги, вы пошли, купили самое хорошее оборудование, и не знаете проблем. То есть первый вариант решается так. Если у вас действительно большой бюджет, я имею в виду бюджет около 6 тысяч долларов, если вы готовы потратить на диджеинг эти деньги, то вы идете и покупаете комплект, который состоит из двух проигрывателей «Пионер» двухтысячных и пульта. Сейчас помню, как он называется. Крутой-крутой пульт. Ай-яй-яй, позор-позор. А пульт тоже называется двухтысячный. То есть тут не сложно. Двухтысячный и двухтысячный. Двухтысячный проигрыватель и двухтысячный пульт. И вы в шоколаде. У вас вообще такой жирнячий комплект, который стоит не в каждом дорогом клубе. Вы играете из сидюков. Все это очень удобно, очень классно. Плюс еще вы можете чуть-чуть зарабатывать, сдавая это оборудование в аренду. На какие-то вечеринки, на какие-то фестивали. Но в большинстве случаев бюджет не такой огромный, как 6 тысяч долларов. И нужно искать какие-то варианты. Варианты предлагают... На данный момент есть достаточно много. С развитием компьютеров, с развитием вообще технологий диджеинга. Она очень стремительно развивается. Есть большое, просто огромное количество миди-контроллеров. То есть это такие аппараты, которые, подключившись к компьютеру, помогают управлять вам всякими параметрами софта. Диджейского софта, такого как Tractor, такого как Serato. И тут вопрос, что же выбрать. Ну, давайте так скажем. Начнем с того, что в принципе с контроллеров... В чем плюс контроллера? Контроллер есть у вас. Вы привыкаете к нему, вы с него играете. Все очень здорово. Все замечательно. Но одна проблема есть у контроллера. Это его подключение в клубе. Это довольно такая проблемка, потому что вы приходите в клуб, там уже все поставлено. Поставлен пульт, поставлены вертушки, там CD-проигрыватели, а вы пришли со своим контроллером. Ну, такой он у вас. Плюс у вас еще ноутбук. Плюс у вас еще звуковая карта. Все это надо быстренько выставить, скоммутировать, подключить, вот, ныряя под мышками у диджея, который уже играет. Вот, если вы не договорились и, допустим, не подсоединились до начала вообще вечеринки. А до начала вечеринки подсоединяться стрёмно, потому что что-то оставляет, там свой ноутбук оставляет стрёмно, потому что, ну, сами понимаете. Вот, не надо бесять. Оно может куда-то исчезнуть. Поэтому, да, приходится подсоединять. Оно может что-то отсоединиться, вылететь. Вообще может не быть места, да. Хедлайнер тоже играет с ноутбука. Он пришел, поставил свой Mac на свободное место и сказал, ребята, извините, я тут как бы основной, а вы, я не знаю, как-то теснитесь. Вот, поэтому основной минус в виде контроллеров это их подключение. Вот, то есть, удобнее, удобнее всего играть с дисков. Вот, пришел с папкой, с дисками и с наушниками, и все, и ты в шоколаде, опять-таки, потому что у тебя не болит голова за дорогостоящий ноутбук, за оборудование, за все остальное. Ты пришел с дисками, отыграл, и все классно, все довольны. Точно так же с дисками ушел в зал, в гардероб и можешь дальше тусоваться или с этими же дисками ходить по танцполу, или делать все, что тебе угодно, потому что ты налегке. Вот, какой минус этого варианта, если вы играете только с сидюков? Минус в том, что когда вы начинаете, вы играете не на особо прикольных таких шикарных вечеринках, где организаторы могут позволить себе поставить дорогостоящий сетап, там, тысячный или восьмисотый, ну, что-то в этом плане. Вот, то есть, на таких вечеринках обычно что-то такое, ну, не очень прикольное, типа соток довольно убитых и пульт простреливающий. Вот, и вам на этом все нужно делать шоу. Вот, сами понимаете, какого характера шоу будет. Вот, а если вы еще откажетесь, да, то скажут, да, он не умеет играть на настоящем оборудовании, на таком, на тяжелом. Вот, еще второй минус, даже если у вас в райдере указано, что вы там играете только, чтобы, ну, обязательно условие, чтобы было там не ниже сети проигрывателей, не ниже восьмисотых проигрывателей, чтобы пульт был там не ниже такого-то, то все это классно. Вы это десять раз подтверждали по телефону, вы приезжаете в клуб, а там сотки. А тебе говорят, ну, блин, ну не получилось. Ну, поиграй, ты же диджея, это же тоже оборудование. Вот, ну, как бы да. А если ты опять-таки откажешься, резиденту скажет, ха-ха-ха, вот мы крутые, а мы умеем на таком играть, а ты ха-ха-ха отказался. Если BPM-а нет, значит не умеешь. Вот, ну, то есть, такой, такой себе фактор. Как бы нельзя, я вот не так думал долго, какой-то такой готовый рецепт, со всех сторон удачный, предложить сложно, потому что у CD есть свои плюсы. Это мобильность, легкость, нету геморроя с подключением, нету каких-то там, каких-то других заморочек. Вот. Но опять-таки, не во всех клубах есть хорошие, если не проигрывать, или нормальное оборудование. С другой стороны, MIDI-контроллеры, тоже куча плюсов. Они у вас, они у вас под рукой, вы уже именно на этом оборудовании научились работать. Вот. Вы знаете, весь свой контроллер как облупленный, у вас все треки на ноутбуке, большая библиотека, можно с собой возить, ну, просто трава этой музыки на внешних винчестерах. Вот. Но опять-таки, проблема с подключением. Вот. Бывает, еще говорят, ноты, ну, глючат. Особенно на винде. Вот. У меня, сколько я не играл, я играю с Windows, с обыкновенным ноутбуком, а не с Macintosh, но мне ни разу не висло. Все было классно. Я играл и выступал и с Ableton Live, и я и выступал и с Tractor Scratch. Tractor Scratch у меня лицензионный, Ableton Live не совсем лицензионный был. Вот. Глюков не было, все шло хорошо. Но, блин, геморо с подключением был. Особенно Ableton Live, куча контроллеров. Это, это, конечно, это была тема подключиться. Уходило минут 15 в начале. Вот. Поэтому, поэтому, вот такие плюсы и минусы. И, наверное, уже в следующем сюжете я расскажу о третьем варианте, который по деньгам наименее затратный. И дам несколько примеров, какое оборудование по ценам, либо по оборудованию более конкретно, по контроллерам и по CD-проигрывателям. Это я был Рик Касти. Увидимся в следующем сюжете. До новых встреч!